Всем привет! Сегодня я еду в один из самых популярных туристических объектов в Украине И как бы это странно не звучало, но этот популярный туристический объект это Чернобыль Место, в котором произошла одна из самых страшных аварий С каждым годом посещает все больше и больше туристов Сегодня я попытаюсь вкратце вам рассказать об этом месте и показать самые интересные его места В часах 7.30 утра я на Крещатике, центральной улице города Киев Именно здесь 1 мая 1986 года проходила первомайская демонстрация И люди, которые участвовали в ней, даже не могли себе представить, что фонд заражения составлял от 500 до 1200 микрорентген в час При норме в 30 Киев находится в 86 километрах от Чернобыля И спасло его только направление ветра Уже через 2 дня радиоактивное облако достигло шведской атомной электростанции Форснер Именно шведы сообщили всему миру, что на территории Советского Союза произошла авария Мы в Киеве получили свои дозиметры Сейчас в Киеве 19 микрорентген Да, вот как вам поближе показать Ну что ж, вся наша группа в выборе Мы отправляемся в Чернобыль на часах 8 часов Да, по дороге у нас планируется одна остановка на 20 минут Да, так что, все, поехали Ну вот мы и приехали на КПП Детятки Это въезд в 30-километровую зону Да, здесь мы прошли паспортный контроль Получили свои электронные билеты и накопитель Как вы могли заметить, Чернобыльская зона отчуждения пользуется популярностью среди туристов В день нашей экскурсии зону посетили более тысячи человек Большой поток туристов пошел после сериала HBO в Чернобыль В среднем за год зону посещают 40 тысяч человек И с каждым годом эта цифра растет Первой нашей локацией стал военный городок Чернобыль-2 В котором находится секретная радиолокационная станция Дуга Еще по дороге можно было понять, что мы едем в военный городок Ведь дорога была выполнена из бетонных плит Военный городок ничем не отличается от других В нем также есть казармы, столовые и склады для хранения боеприпасов Сейчас я нахожусь возле советской радиолокационной системы Дуга Которая использовалась для раннего обнаружения запуска баллистических ракет Всего таких в Советском Союзе было три Но сохранилась, конечно же, одна и в Чернобыле В мире станцию прозвали «Русский дятел» За радиозвуки, которые она издавала Вот так это они звучали На самом деле, если задавать себе вопрос, страшно или нет То я бы сказал больше нет Потому что как можно бояться того, чего ты не видишь Радиация, она невидимая Мы можем ощутить максимум только на вкус Поэтому, если кто-то захочет посетить Чернобыль Можете спокойно ехать и не бояться Тем более, радиофон здесь всего 25 микрорентген в час После военного городка мы сразу отправились к четвертому энергоблоку На котором произошла авария Чем ближе мы приближались к этому энергоблоку Тем становилось страшнее Но дозиметр распокаивал Как вы можете увидеть, я нахожусь в 200 метрах от четвертого энергоблока На котором произошла авария Радиоактивный фон здесь составляет 107 микрорентген в час Возле энергоблока долго находиться нельзя Поэтому мы сразу направились в город Припять Мы находимся на кладбище техники Которая участвовала в ликвидации последствий после аварии на четвертом атомном энергоблоке Понятное дело, прикасаться к ней нельзя Потому что она заражена Но зато здесь можно увидеть разную технику Пожарные машины, водометы, скорые помощи Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрев на технику, которая участвовала в ликвидации Мы отправились в парк аттракционов Который должен был открыться 1 мая Но из-за аварии он так и не открылся Колесо обозрения, карусели, качели, машинки Все это было построено для детей, которые жили в городе Припять Но так и не заработало Субтитры создавал DimaTorzok Люди уезжали из города в надежде, что вернутся Но когда всем стало ясно, что в городе жизни больше не будет Город был разграблен мародерами Припять покинутый город в Киевской области Которому суждено было просуствовать 16 лет Расположен в 3 километрах от Чернобыльской атомной электростанции До аварии в городе проживало 46 тысяч человек Было сложно ходить по этому городу Ведь он был настолько новый, что сложно даже представить, как бы он выглядел сейчас Короче, мы решили по сталкеризм на официальной экскурсии Потому что нас не заводят на нормальные локации И мы вот зашли в отельчик сейчас Да Ну, чтобы вы понимали, вот так выглядит Отель Все равно душится Топ контент Туалетик Комната Вот так вот выглядела Коридорчик Лифты Шахта Листница Второй этаж Третий Припять Припять Это город, в котором природа взяла верх над человеком Деревья растут прямо посреди дороги Сейчас вы видите школу, которая находится в аварийном состоянии Много этажей уже обвалилось Но есть кабинеты, в которых до сих пор на доске написана дата И в шкафах стоят учебники Сзади меня находится больница, которая первая приняла пострадавших после аварии Именно в этой больнице в подвале лежит одежда пожарных, которые участвовали в стушении пожара Больница на данный момент в аварийном состоянии И многие говорят, что в течение двух лет она может рухнуть А если больница рухнет, то Припять могут закрыть как туристический объект Побывав в речном порту, мы отправились в единственную столовую В Чернобыле, где пообедали и отправились дальше Мы в заброшенном селе Залесье, которое было самое большое среди сел Вблизи атомной электростанции До аварии здесь проживало более 3000 человек Сейчас я зайду в фельдшерский дом Документы все лежат Даже таблетки сохранились Продолжаем гулять по заброшенной деревне Сейчас зайдем в следующий домик Скорее всего он уже живой О, бедненький такой В кастрюле вон лежит Печка Чтобы топить дом Детские игрушки на стыле лежат Печка Достаточно большой дом В котором выживалась Скорее всего большая семья Да Такой вот домик Также у дома Был свой сарай В котором, скорее всего, и животные были Много чего хранилось Вот так вот он выглядел Даже неплохо сохранился Да У нас еще один домик Небольшой Видим, здесь обувь лежит на входе Корзинки Бочки Да Небольшая крыша здесь Темно, конечно Но В принципе, можно разглядеть бочку Даже не уверен, что это чей-то дом Скорее всего, это мог быть сарай Второй этаж есть А вот, скорее всего, и дом Ошен в конце проседает Так, здесь у нас печка Комната с полом проседающим Вот так вот у нас Комната И Проводочку сохранившуюся Пройдемся Дальше Ну, в принципе, все Более молодое поколение Могло только слышать о Советском Союзе От своих бабушек, дедушек Ну, может быть, родителей Но в Припяти и Чернобыле Советский Союз можно увидеть своими глазами Потому что именно здесь Вы можете увидеть Автоматы с газировками Таблички всякие советские С лозунгами Портреты вождей На центральном здании Огромный герб Советского Союза Огромный герб Советского Союза Ну, в принципе, достаточно большое село Первое упоминание датируется 15 веком Об этом селе Да, и здесь есть разные дома Кирпичные, это более новые Деревянные, более старые Ну, а так, в принципе, село как село Это была последняя локация нашей экскурсии Мы побывали во всех главных достопримечательностях Чернобыльской зоны отчуждения Отправились обратно домой Вот и подошел к концу наш тур В Чернобыльскую зону отчуждения Мы приехали обратно в Киев Идем домой Лично мне очень понравилось Я надеюсь, что этот ролик вам тоже очень понравится Обязательно пишите комментарии Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Если вы еще не подписались И если будет хорошая статистика на этом видео Я обязательно съезжу туда еще раз Уже в другом формате Субтитры сделал DimaTorzok